Штормовое предупреждение продлили уже в третий раз. Аномальная жара накрыла Воронежскую область. В среднем температура воздуха превышает климатическую норму не менее чем на 7 градусов Цельсия. В субботу МЧС продлевала штормовое, объявленное еще два дня назад. Теперь предупреждение продлевает до 13 июня. Как долго продлится эта погодная аномалия в материале Игоря Захарченко. Уже несколько дней наша область, как и вся европейская Россия, находится во власти мощного антициклона. Центр его расположен к северо-западу от Воронежа. Так что в ближайшие дни прохладной влаги с небес ожидать не приходится. Только в южных районах области, на периферии антициклона, возможно, кратковременные ливни. В ближайшую неделю антициклон останется примерно на том же месте. Будет наблюдаться жаркая погода. Днем температура по области дойдет примерно до 33-34, возможно, 35 градусов. 35 градусов – это уже опасное метеорологическое явление, сильная жара. Но это, если будет достигать, это гидроминцентр сообщит это в МЧС и другие соответствующие структуры. То есть погоду на этой неделе можно назвать экстремальной. И люди переносят ее по-разному. Да и последствия аномального тепла могут быть самыми разнообразными. Жара на людей влияет сами, знаете как. Если какие-то больные люди, которые не переносят жару, для них это очень плохо. Лучше сидеть дома, пить воду, холодную, обтирание и так далее. Лучше не выходить. Ну а то молодежь, которая, она только порадуется. Температура воды в водохранилище 25 градусов будет еще больше. Скоро водохранилище будет цвести, если простоит такая жара. А цвести, сами знаете, это и зеленая вода, и вонь, и все такое. Жаркий антициклон вреден для человека, да и для всего живого, еще и по экологическим показателям. В застойном воздухе скапливаются все ядовитые городские испарения. Жаркая погода влияет еще на состояние атмосферного воздуха у земли в Воронеже, в самом городе. Это выхлопы автомашин, заводы, предприятия, такие как синтезкаучик наш, там и шинные заводы. Там особо, у нас там стоит два стационарных поста, которые берут каждый день забор воздуха. Но пока чрезвычайных таких загрязнений в Воронеже нет. Поэтому, ну, скорее всего, это зависит от того, что машин меньше стало, все поуехали. Так что в эти дни лучше быть поближе к воде. Лучше всего тем, кто взял отпуск, купается и загорает. Скорее всего, эту неделю будет стоять антициклон. Возможно, какие-то прорывы, отдельные прорывы фронтальных разделов с юго-запада. Но, вероятнее всего, они к нам до Воронежа не дойдут. А вот где-то со следующей недели, там уже похоже, что антициклон отступит к востоку, и тогда циклонические вихри к нам подойдут. Но и это возможное похолодание наверняка долго не продлится. Следом придет еще один антициклон. По утверждению синоптиков, температура в июне и июле в этом году будет на несколько градусов выше средних многолетних значений. «Мы часто ругаем погоду, но лучше было бы, если бы лето было холодным. Вряд ли большинство воронежцев было бы этому радо». Игорь Захарченко, Сергей Пеляев, 41 канал.